Несмотря на 30-градусную жару, в этом доме уже неделю нет воды. Жителям приходится пользоваться ранее собранной дождевой, но и она скоро закончится. Причина таких неудобств – конфликт с водоснабжающей компанией. Вот сейчас закрытый, а вот так открытый. Ну, воды нет. Все началось, говорит Виктор Смоляга, когда компания «Каскад» повысила стоимость холодной воды почти в два раза. До 57 рублей за кубометр. Качество при этом осталось на прежнем уровне. Без дополнительной очистки воду можно использовать только в технических целях. Она мутная. Всегда осадок на посуде. Потом забивается машина стиральная. Водонагреватели выходят раньше срока. Все зависит от воды. Пенсионер обратился в суд для того, чтобы признать повышение тарифа незаконным. Как итог, иск частично удовлетворен. Компания должна пересчитать стоимость услуг и выплатить моральную компенсацию. Но вместо этого престарелым людям перекрыли воду. Подъехали и встали напротив как раз окна. Встала машина ихняя. И они там работали в колодце. Нам даже не видно было, что они именно в колодец пошли. А мы поняли, что они там сделали, когда я открыла кран дать воды попить. А воды нету. И тогда стало понятно, что воду нам закрыли. Компания «Каскад», по словам пенсионеров, выдвинула условия, без которого отказывалась возобновлять подачу воды. Оплатить задолженность, которая возникла после повышения тарифа. Смоляга, несмотря на выигрыш в суде, пошли на уступки и доплатили разницу. Но и после этого, возмущается Нина Ивановна, вода в их доме не появилась. Связаться с руководством ресурсоснабжающей компании не удалось. Мол, директор в отъезде и нет времени общаться со СМИ. В местном сельсовете от разъяснений не отказались. К нам они не обращались. Мы только сегодня узнали, что им отключили воду. Даже не в курсе были. Ну, конечно, мы с главой это обсудим сегодня же и свяжемся с Смоляга, спросим, какая помощь вам нужна. А пока для четы Смоляга каждая капля на вес золота. Пенсионеры стали реже поливать огород и мыть посуду. Редкостью стала и стирка одежды. Для питья воду покупают в магазине, и это сильно бьет по скромному бюджету, рассказывают пенсионеры, которые к тому же ухаживают за племянником-инвалидом. Говорят, им трудно и очень обидно, что пройдя судебные тяжбы, они вынуждены страдать еще больше, чем прежде. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.